Иногда возникает необходимость перефотографировать кадры с плёнки. Для этого нужно иметь сканер. Вот он такой вот сканер. А он работает по такому принципу. Здесь рамка, вставляется плёнка сюда, потом эта рамка сюда вставляется. А в крышке у него есть осветитель, на просвет работает. Тут матовое стекло, там лампочка есть, значит, и работает он на просвет. То есть не так, как обыкновенный формат А4, когда сканируем, когда на отражённый сигнал, а здесь на просвет. Но дело в том, что не у всех они есть, такие сканеры. И потом иногда бывает, что много надо. Вот у меня тут дочь принесла штук 20 плёнок. А этот сканер медленно так работает, это мне тут только сидеть с ним. Поэтому я решил сделать другое устройство, для того, чтобы можно было перефотографировать. Вот она выглядит вот так, это приспособление. Значит, берётся фотоаппарат любой. Тот, который может макросъёмку делать. Вот он так вот крепится у меня, вот на эту вот пластину. Вот, значит, ну вот у меня вот тут такой вот фотоаппарат. А плёнка вставляется вот сюда. Здесь такое вот приспособление сделано. Вот она вот так открывается. Вот. Это от конверты, от DVD-шных этих дисков. Вот прорезается отверстие. Вот. Потом плёнка вот так берёт, вставляется вот сюда. Вот так вот она. Вот. И закрывается. Вот она. Вот она. Вот. Она свободно может двигаться туда-сюда. Для того, чтобы она более плотно была там, чтобы она не коробилась. Вот. Вот тут прищепками вот так берём, делаем. Всё очень просто. И примитивно. Вот. Вот всё. Мы его вот так вот можем двигать. Она туда-сюда у нас ходит. Вот. Потом, значит, что у нас. Вот этот фотоаппарат мы здесь закрепили. Вот это расстояние было экспериментально определено, что вот на таком расстоянии как раз у меня кадр только-только войдёт. И не больше. Вот, значит. Ну, фотоаппарат любой годится. Тот, который может макросъёмку вести. Вот. Но у меня вот этот... Дело в том, что он не было такого объектива, который у меня обеспечивал бы на таком расстоянии съёмку. Вот. Поэтому здесь объектив используется Индукстер 61 от ФЭДА. Ну, другого не было. Вот. Резьба тут на 39. Здесь переходник стоит на эпоксидку приклеенный. В общем, от удлинительного кольца отпилил, значит, и на эпоксидку посадил. Всё. Здесь резьба на 42. Вот. Ну, потом ещё одно кольцо удлинительное используется. Здесь переходник используется, значит, адаптер. Как он? Одуванчик. Ой, как же он там называться-то? Одуванчик Лушникова. Вот. С проверкой автофокуса. Вот. Ну, фотоаппарат, в общем-то, любой годится на это дело. Вот. И вот такое получилось у меня приспособление, значит. Потом, значит, что я делаю? Дальше я вот что делаю. Я вот так вот беру, ставлю его на книжки, вот так, значит, и навожу на экран компьютера. Вот, значит, навёл на экран компьютера, значит, компьютер включаю. Так как у него у компьютера экран белый, равномерный, он мне тут лишний свет в объектив приходит. Вот. Поэтому я, значит, беру и делаю экран, чтобы у меня был чёрный. Не цветочки там, не лес, не прочее, значит, как обычно, значит, вот. А я делаю, чтобы он чёрный был. Потом открываю блокнот, делаю, вот, размер этого блокнота устанавливаю такой на экране, чтобы он мне только-только сюда свет попадал. Вот, вот, вот в эту вот, где у меня плёнка. И всё, тут лишний свет выключаю, значит, и всё. Значит, я начинаю переснимать, значит, навожу на резкость, вот, в ручном, не в автофокусе, а в ручном. Значит, здесь у меня ещё автоспуск сделан так, не автоспуск, а ручной спуск. Значит, вот такая штука сделана. Это то же самое, что у плёночных фотоаппаратов. Раньше был фототросик, значит, здесь вот у меня две кнопки. Одна, значит, это наводка на резкость, значит, автофокус, значит, вторая – это съёмка. Но так как я здесь вручную навожу, значит, поэтому кнопкой этой не пользуюсь. Вот. И всё. Я, значит, беру здесь только перевожу кадрики и нажимаю, значит, перевожу и нажимаю. И вот так, значит, у меня всё поехало. Вот так я всю плёнку фотографирую. Вот такая несвойная. процедура. Так, ну а теперь запускаем фотошоп. Adobe Photoshop. Вот он у нас запускается. Запустили. Теперь нужно в него загрузить фотографии, то, что мы сделали с фотоаппарата. Так, где они у нас тут? Мои рисунки. Туда они у меня. Так, правка. Выделить всё. Скидываем сюда. Так, вот они у нас загружаются в фотошоп. Их много. Ну, сколько? 36 кадров. Вся плёнка. Ну вот они у нас загрузились. Начинаем их обрабатывать. Так, вот он наш фотошоп. Весь. Так, вот фотографию берём. Первую попавшуюся. Так, изображение. Коррекция. Инверсия. Всё. Она у нас стала позитивом. Теперь надо обрезку сделать. У нас здесь не очень ровненько получилось. Рамка в этом. Так, редактирование. А, изображение. Кадрировать. Всё, обрезали вот эту. Вот. Теперь нам надо цветопередачу нормальную сделать. Изображение. Коррекция. Автоматическая цветовая коррекция. Ну вот, она более-менее стала. Дальше делаем. Опять коррекция. Так. Яркость, контраст. Берём яркость, убавим маленько. Контрасту чуть прибавим. Вот так. Вот. Вроде как и ничего. Так, ещё можно что-то сделать. Коррекция. Цветовой тон насыщенности. Ну вот, насыщенность прибавим. Тут цвета у нас будут более ярче. Ну вот. О, можно как. Ну, так нельзя, конечно. Ну вот так вот. Вот так вот можно оставить. Вот. Ну вот такая получилась фотография. Вот. Всё. Сохраняем её. Вот. Сохранить изменения? Сохранить. Да. Значит, можно ещё по-другому. Дело в том, что эти самые фотошопы разные бывают. Вот. У некоторых я им бы попадало, что нет инверсии. Вот. Искал, искал, но не нашёл. Тогда можно по-другому. Вот. Тут есть кривая. Значит, коррекция, потом кривая. Вот. Кривая тут вот. Одну делаем кверху, а эту сторону делаем вниз. Вот. То же самое вышло. Вот. Значит, так что вот варианты разные можно делать. Вот. Тоже так же делаем подрезку. Кадрируем. Вот. Вот так скадрировали. Так. Изображение. Кадрировать. Подрезали. Так. Изображение. Коррекция. Автоматическая цветовая коррекция. Так. Вот. Сразу цвета нормальные стали. Так. Теперь смотрим дальше. Вот тут у нас пятно. Что можно с ним сделать? Вот тут увеличилку берём. Увеличительное стекло такое. И вот так увеличиваем вот. Так. Что это за пятно? Так. Ну, это никак не облако. И НЛО тоже не похоже. Вот. Значит, это просто брак. Но брак мы можем вот так сделать. Вот. Возьмём, например. Нет, ну, вот это лучше. Инструмент лассо называется. Вот так берём. И вот нарисуем вот такую вот штуку. Чуть побольше, чем вот это пятно. Вот нарисовали. Мы это выделили. Теперь дальше. Редактирование. Скопировать. Дальше. Редактирование. Вклеить. Вот. Теперь дальше берём. Значит, нажимаем вот такой вот значок. Вот этот угол. Вот. И всё. И мы его потащили. Вот на это место затащили. И всё. И мы закрыли. Закрыли. Теперь надо его приклеить. Приклеить. Это значит так. Слой объединить с видимым. Всё. Значит, мы сделали. Теперь берём и делаем увеличение полное. Значит, надавили на увеличилку. Потом правой кнопкой показать во весь экран. Всё. И этого пятна здесь как будто и не было. Вот так можно, значит, любые пятна, царапины, хоть что, всё можно делать, убирать. Вот такая вот штука. Так. Значит, резкость можно тоже повышать. Но тогда зерно появляется, шумы воды. Да и ни к чему это. Так. Закрываем. Всё. Это готово уже. Сохранить изменим документы. Сохранить. Всё. Сохраняем. Ага. Глаза красные. Красные. Красные глаза. Значит. Вот. Ну, для того, чтобы глаза красные убрать, это специальная программа. Это я не умею программы. Глаза красные убирать. Но можно сделать их вообще любые. Вот так берём. Вот. Сейчас мы, я думаю, в банке сделаем. Глаза. Вот так вот. Ага. Раз их. Так. О. Так вот. И мы его сделаем какой? А какой же мы его сделаем? Какой же мы сделаем? Синий. О. Синий мы ему сделаем. О. Так вот. Да. Вот. Делаем так. Редактирование. Где тут? Выполнить заливку. Заливка. О. Синий глаз. Синий глаз. Вот. Делаем следующий. Глаз ему. Вот. Пусть будет синий. Так. О. Так. Поменьше. Вот так. Вот. Опять делаем редактирование. Выполнить заливку. Вот. Побалуемся. 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 Вот. Но она сильно резко так. Края можем затушевать. Вот тут есть такая штучка. Вот она. Вот. Ой, какая она большая. Поменьше делаем. Кисть. Кисть. Вот маленькая сильно. Побольше. Вот такой вот. Кисть. Вот. Она края затушевывает. Вот так вот. Если водить. Водить. Вот. Она вот эту резкую границу. Она. Размазывает. Размазывает ее. Размазывает. Размазывает. Вот так мы его размажем. Значит. И тут тоже размажем. Размажем. Размажем нашему Ваньке. Глаза. Чтобы они у него такие были. Вот такие вот. Так. Все. Зрачки у него такие. Во. Ну вот. А теперь смотрим. Что же у нас в итоге получилось. Все получилось у нас. Показать его весь экран. Во. Какие глаза у него. Вот. Синие. А можно зеленые. Хоть какие. Так. Были красные. От лампы вспышки. Теперь сделали синие. Пускай потом мама догадывается. Че это у нее такие глаза отстали. Вот. Ну ладно. Пойдет. Так. Сделали мы. Ну. Мама попросила. Вот целый ворох тут пленок дала. Сделай. 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 Как отказать. Ну. Вот. В итоге посмотрим. Как все это у меня получилось. Вот. Примерно такое качество. Можно. А оказывается. Обходиться без всяких сканеров. Все очень просто делается. Из подручных материалов. Ну. Качество. Вот. Пожалуйста. Видно какое. Можно. Конечно. И получше добиться. Если фотошопом получше поработать. Более так. Тщательно. Вот. Ну. Я думаю. И так пойдет. Так что. Вот. Такое. Вот. Получается дело. Поделился опытом. Кто захочет. Может сам всем. Все это дело сделать. Ну. На этом я заканчиваю. Всем всего хорошего. И до свидания. До свидания.